Рецепты успеха Успехи, которые они достигли в какой угодно жизненной ситуации И речь сегодня пойдет об интересной теме Это женщина и карьера И насколько женщине сложно порой заниматься и семьей, и карьерой одновременно Ведь у женщины, в отличие от мужчины, нет жены, которая подталкивала бы ее вперед Вот если бы у женщин были бы жены, которые занимались бы домашним хозяйством, детьми Они рассматривали банковские счета, закупались, спорили с малярами Насколько больше они смогли бы открыть фирм Насколько больше они могли бы написать диссертации Сегодня у нас в нашей студии потрясающая женщина, которая нашла гармонию между семьей и карьерой Это Виктория Шрёдер Здравствуй Привет Привет, проходи, пожалуйста, располагайся Слушай, банальный вопрос, как у тебя дела? Отлично Я только с отпуска отдохнувшая Где ты отдыхала? На Майорке На Майорке Мое любимое место, я уже была там 10 раз Виктория, скажи, вот на самом деле вопрос, который меня мочит Как ты добилась вот этой гармонии между карьерой и семьей? Вот что у меня не получается Существует определенный стандарт, что женщина должна быть либо там, либо там Если она посвящает себя карьере, значит какие-то остаются дефициты в семье Если она посвящает себя детям, то тогда она не может заниматься карьерой Ты можешь заниматься и тем, и другим, и третьим В принципе, не все так легко, как говорится, да? Потому что кажется, что вот, все на показ, очень красиво И, конечно, у нас у всех 24 часа, спасибо большое Я не стою на кухне по 10 часов, как некоторые это делают Я не умею готовить, например, тесто, как это делают некоторые Есть какие-то преимущества у других, у меня, например, этого нет Если я готовлю, я готовлю каждый день почти То, естественно, это что-то быстрое Я не говорю про фастфуд, но мы сегодня даже одно из этих блюд попробуем Что можно красиво и вкусно приготовить Некоторые, естественно, выпекают Есть мамы такие, я иногда даже завидую таким, что они могут вот встать и 3 часа... Посвятить себя выпечке, это является их как же хобби такое небольшое, кулинария То есть кулинария не является твоим хобби Несмотря на то, что ты готовишь домашнюю еду для своих домочаций Я всегда считала, что я готовлю не очень хорошо, но, в принципе, мне все говорят Вик, насколько ты вкусно готовишь, но для меня это не приоритет, скажем так, да? Вот, и мы лучше пойдем с детьми лучше вкусненько покушаем Чем я буду заниматься, именно вот это очень отнимает большое количество времени на самом деле Если многие это не знают у мужчины, женщины-то прекрасно знают, что это такое Скажи, пожалуйста, о своем домашнем хозяйстве Вот то, что касается вообще организации всего домоведения Ты занимаешься сама, или у тебя есть тот, кто убирается дома Тот, кто закупает для тебя продукты, тот, кто стирает вещи Было бы хорошо Хорошо, но, к сожалению, нет У меня не укладывается в голове, как можно успевать делать и бизнес И вести домашнее хозяйство И являться матерью троих Да Троих детей, которая воспитывает сама этих детей Одна-одинешенька То есть самостоятельно у тебя и бизнес, твое детище, которое занимает большую часть, наверное, все-таки времени Конечно, все-таки, да И все-таки ты остаешься еще и матерью Ну... Где ты нашла баланс? Как здесь найти этот баланс? Ну, наверное, здесь еще нужны организаторские способности, прежде всего, все-таки у женщины, да? Если, ну, как-то вот, некоторые, скажем, даже так, некоторые ночью спят И иногда вспоминаешь что-то и начинаю записывать У меня рядышком лежит обязательно блокнот И я начинаю уже планировать свой день, даже уже заранее, скажем так, или неделю Это именно организация, именно планировка Ну, вот скажи, давай начнем сначала Вот ты утром проснулась встала Как ты организуешь свой день? Ну, во-первых, у меня старшие дети уже взрослые Им сколько лет? Почти 18 девочек и мальчик 15 И они уже встают сами Я их... Они мне самостоятельны И мне непривычно так, что они встают и готовят себе завтрак сами Собираются в школу Здесь уже не нужно С малышом, конечно, по-другому А малышу сколько? Малышу 5 5 лет 5 лет такой Боже мой, такой интересный возраст И именно тот возраст, когда ему нужно все-таки материнское присутствие Даже ночью Да, мы спим практически всегда вместе Хотя укладываю его отдельно Но ему это нужно еще Вот сейчас как раз, да, еще год назад он не хотел совершенно Он, вот, мама, нет А сейчас, да Он постоянно мне Постоянно Я, если даже что-то готовлю, мы готовим вместе Если я иду Даже зубы чистить элементарно, мы иду вместе Вот Он постоянно вот рядом У меня как-то мы вдвоем уже Хорошо, как ты умудряешься утром сварить для него манную кашу Скажем так, фигурально выражаясь И привести себя в такой шикарный, блестящий порядок В котором ты сейчас находишься Это тебе комплимент просто от души Спасибо Я нашла такой садик Это еще такая маленькая подсказочка Садик, где они именно завтракают вместе Мы просыпаемся Как ты говоришь Ухаживаю за собой и так далее Зубы чистим, красимся и так далее Мы все вместе, он рядышком со мной Мы говорим про мальчика или про дил? Про мальчика Я имею ввиду, что я кашу, а он рядом Но садик у нас, слава Богу, они каждый день готовят И с этим мне повезло, конечно, я искала такое именно, что они завтракают Мне не надо каши манной варить По выходным, да У нас не каша манная, у нас блинчики У нас это любимое Мы просыпаемся и мы делаем блины Но потом отвожу его в садик, дети уже в школе и я иду на работу Ты идешь на работу Что это за работа? Мы так медленно начинаем подходить к твоему бизнесу У меня бьюти-салон У тебя бьюти-салон Я там, в принципе, все это время и нахожусь Пока не забираю из садиков Дети приходят тоже, слава Богу, сами со школы Ты знаешь, я о чем подумала? Давай мы нашу с тобой беседу переместим на кухню Потому что я уже, мне не терпится узнать, что ты будешь конкретно готовить Потому что ты сегодня взяла рецепт с моим любимым продуктом Это такая небольшая интрига С моим любимым овощем будем готовить Я буду готовить десерт, угощать Викторию И за хозяйственными штучками мы с тобой даже можем продолжать беседовать Хорошо На тему тебя Итак, мы переместились на кухню И поговорим о том блюде, которое собирается Виктория приготовить Да, сегодня мы сделаем веер из баклажан Туда понадобятся продукты Понадобится фарш, понадобится морковь, помидоры, чеснок и тертый сыр А, лук забыла? Лук Я думаю, что ты можешь уже приступать начинать готовки Мы будем параллельно еще с тобой продолжать говорить о тебе Я хочу огласить свое блюдо Я сегодня буду готовить десерт для Виктории Совершенно потрясающий в плане того, что это настолько бюджетное блюдо Вы себе не можете представить И это блюдо готовится всего лишь из трех ингредиентов Это пряники, сметана и бананы Класс, все больше ничего совершенно Ну еще нож и доска для резки И все, после этого получается такой обалденный торт Это как раз для деловых женщин Которые могут выкроить только 15 минут Для того, чтобы что-то приготовить И таких смотка ешь Да, серьезно Этого торта никогда не бывает много И никогда никто не может догадаться, а что это за рецепт такой Все безумно удивляются, что всего три ингредиента Поэтому, если ты не против, ты можешь приступать к нашему основному блюду А на десерт мы сделаем такой тортик Супер! С чего мы начнем? Мне надо говорить, рассказывать, что эти... Мы будем говорить о тебе Я думаю, что дорогие телезрители, если заинтересовались десертом Они будут просто наблюдать за двоими руками В конце нашей передачи мы традиционно говорим о рецепте Что туда пошло и как мы это приготовили Ну а сейчас мы будем просто готовить и говорить о тебе Говорить о твоем бизнесе Говорить о тебе как о женщине, которая состоялась и как мама Которая состоялась как бизнес-вумен И как тебе это удалось И как тебе умудряется в 24 всего лишь часа Которые находятся в сутках Вместить настолько обширные твои бизнес-занятия И все-таки, ребята, это трое детей у человека Трое детей И она одна-одинешенка Или все-таки с помощью Мы договорились до того, что у тебя домработницы нет Домашним хозяйством человек занимается сам Прежде чем он уходит в бьюти-салон на работу А бьюти-салон это тоже, в общем-то, такая работа Ну не совсем из легких Ну на самом деле нет Конечно, когда ты начинаешь и у тебя еще нет клиентов Конечно, это очень трудно Но когда уже, в принципе, все поставлено На самом деле легко, красиво, приятно Давай поговорим о том, какие процедуры именно ты проводишь в бьюти-салоне Именно я провожу, значит, начинала я с наращивания ресниц Так Этим я, в принципе, в основном и занимаюсь И перманентным макияжем Вот это вот такая очень интересная тема для нас, для многих У меня тоже, как у наших дорогих телезрителей, сразу куча вопросов Наращивание ресниц Что это за ресницы? Откуда их из хвоста кабана выстригают, белки Или делают их из какого-то там искусственного материала? Что это такое? А это искусственный материал? Это по-немецки, я уже в Германии, кутштоп Так Но есть разные Пластиковые ресницы Пластиковые такие, да Но есть, конечно, качественные, разные, да, качества Надо брать, естественно, кто хочет этим заниматься, только качественные И они, в принципе, самые такие легконосящие, да Наращивание ресниц Это не целая такая ресничная конструкция, которую мы приклеиваем и снимаем Это, на самом деле, одна единственная ресничка И ее насаживаешь на одно, на свою натуральную На свою натуральную приклеиваешь Вот, я хочу показать еще, что нужно немножко банан Хотела сказать, именно баклажан Немножко вот так, как в сторонку Куда, в какую камеру Так вот его Он расправляется, как хвост павлина, да? Очень интересно Да, или веер, или хвост павлина Очень Вот так вот, в принципе Так, а я заодно расскажу, прокомментирую свои действия Мне нужно пряники разрезать на такие небольшие кружочки Это будет наш такой, скажем, бисквитный слой Который будет прокладываться нарезанными бананами И, значит, сметанкой Так, ну, я не знаю Фарш я, наверное, весь выкладывать не буду Если же выкладываете весь фарш То можно после него, что останется, сделать еще и подлив Вот, в принципе, у меня вот так вот Если что-то остается Бросается сразу Так, мы натираем морковь Говоря о ресницах Эти вот ресницы клеятся, значит, так Как-то приращиваются к этим ресницам И это на какое-то определенное количество времени Да, многие не знают, что наши реснички Они максимально, скажем, растут у нас 3 месяца И каждые 3 месяца Они выпадают и вырастают новые Поэтому, в принципе, они максимально растут И держатся 3 месяца Но это, в принципе, до последней У нас же они, ну, как, они Эти реснички не выпадают сразу все, да Они постепенно Вот, поэтому, скажем, приходить Где-то через 3-4 недели на наращивание ресниц Это нормально Так, в принципе А в сауну нужно, например, с этими ресницами ходить? Первые 24 часа, смотря у кого, какой мастер Есть некоторые, можно уже через 2 часа идти И мочиться, и в сауну Мочить, в смысле, свои реснички Вот У меня такой клей, который я нашла Через 24 часа можно уже его Уже все мочить А они ощущаются, эти ресницы, как что-то ненатуральное? Есть разные абсолютно качества Да, надо смотреть, конечно, по мастеру По его работам Это очень важно Когда смотришь, что за мастер Какими пользуются И спрашивать у клиентов Именно чувствуют ли они это или нет Потому что есть разные качества И некоторые на самом деле Очень сильно отличаются от тех, которые беру я, например Это сейчас очень популярная процедура у женщин? Это очень популярно Хотя уже, в принципе, более популярно это идет ламинирование Ламинирование ресниц Что это означает? Это означает, что твои ресницы накручиваются Это как, например, как накручиваются волосы Есть такая завивка, биозавивка Также можно это накрутить именно на ресницы Лично я провожу именно вот наращивание ресниц Ламинирование и перманентный макияж Перманентный макияж Сейчас многие задумались Что это может означать? Перманентный макияж Это макияж перманентный Это тип татуаж Вернее, не макияж, а татуаж на русском языке Именно как тату Делается То есть это, в общем-то, такая татуировка Татуировка только на глаза, на брови Ну, на веки, в смысле, на брови и на губы Слушай, мне тоже больно Есть техники, которые не больны Это уже, скажем, новые техники Техники, например, пудровое напыление для бров Есть акварельная техника для губ Оно, в принципе, не сильно больно Да, потому что уже раньше, когда вот вы видите Иногда мне прям хочется так сказать Боже, где вы вообще были? Потому что раньше делались как-то татуировка Настолько наносилось Вот именно такая синюшная Да, почему у некоторых видно Оно идет или в красноту, или в синеву Или в серый становится цвет Это означает, что мастер углубился сильно Слишком глубокий слайд под кожей Да, есть еще плюс разные Перманентные краски Именно нужно брать, естественно, качественно Чтобы уже смотреть работу именно мастера Вот, потому что если углубился Оно, во-первых, и болезненно Оно и не уходит, на самом деле Ну, скажем, этот макияж очень далеко И, в смысле, не выходит быстро И, наоборот, очень долго вот эта синева Или серость остается Слушай, ну это все очень рискованно Это не ресницы, которые ты можешь снять через 3 месяца И это все не отрастет, не обновится То есть, если ты сделал себе татуировку на лицо В виде боровей и губ То оно уже так и останется Ну, скорее всего, до конца твоих дней Ну нет, оно, в принципе, уходит Особенно те техники, которые уже новые Они уходят буквально, ну скажем, до 3-х лет В зависимости еще от типа кожи О уходе именно кожи Как человек соблюдает именно рекомендации Что нужно делать, что не делать Это все зависит от этого А если татуировка все-таки получилась неудачно Что тогда делать? Есть еще специальные такие ремоверы Я занимаюсь только вот качественными вещами, да И сейчас поступила еще и в Академию Я такой человек Академия Академия С называется От Света Слава Учинаж Они выбирают на самом деле только лучших Не боюсь этого слова И я опять поступила Опять стала учеником, студентом таким Потому что я хочу быть среди лучших И, естественно, свой опыт дальше И, вернее, навык улучшать Я знаю по твоим рассказам, насколько мы с тобой разговаривали до передачи Что ты всегда стремилась, что ты всегда хотела заниматься чем-то красивым Но ты начала не с этого свой жизненный путь У тебя было совершенно неожиданное начало Которое привело к такой счастливой, но все-таки неожиданной развязке Ну да, я карьеру здесь, вернее, ну да В принципе, учеба начала в Германии именно от чертежника Когда ты переехала, сколько тебе было лет? Мне было почти 15 лет Я закончила 9 классов, сдала экзамены А потом мне родители говорят Мы переезжаем в Германию Это было для тебя шоком? Или это было для тебя такое неожиданное приключение? Это был шоком Подросток 15 лет в России Это что означает? Это друзья, это первая любовь Это... Была она уже к этому времени? Она была, первая любовь уже была, да Мы до сих пор общаемся Он остался там, в Казахстане? В Белоруссии А, в Белоруссии, по-другому Да, я родилась в Казахстане Десять лет мы переехали в Белоруссию Вот И у него уже есть семья? У него семья, у него все сложено И все прекрасно Но тогда это был шок Тем более, когда... Вы знаете, что такое в России Или, вернее, в СНГ тогда раньше, да, уже В Белоруссии Что такое Сдавать экзамены Я сдала, в принципе, очень хорошо Сами учила, зубрила И как только они раздались Ну, сказали, мы переезжаем Ну, плюс... А у тебя не было такого желания сказать? Нет Я девушка самостоятельная Ну, в 15 лет Или почти 15-14 лет Это самый такой критический возраст Это политический... Девушки в этом возрасте Частенькие произносят Такие фразы родителя Были слезы, было все абсолютно Да, это на самом деле так Но... У меня мама тут сказка Казачка У тебя казацкие корни Ну, тогда все понятно Да Да, поэтому Тут уже без вариантов Мама взяла верх Ну, вообще, в принципе... И вы переехали Переехали в Германию Какой это был город? Это был город Бацальцухлин Так Очень красивый город Но, скажем... Чем тебя поразила Германия С первого взгляда Когда ты сюда приехала? Ты понимаешь... У тебя было такое, что... Да, я сделала правильно Я сюда приехала Мне здесь хорошо Либо у тебя была такая тоска по родине Ну, очень тоска Я год плакала Я не учила язык Просто никак То есть ты испытала такой стресс Как и все Как и все Да, как и все На самом деле Испытала не только я Испытала еще и Моя мама сильно Папа у него... Ну, так как он... Его корни отсюда С Германии Поэтому для него Это было нормально Все родственники здесь Мама приехала одна И для нас... Скажи, пожалуйста У тебя братишки, сестрюнки или да? У меня есть два братика Вы все вместе семейно приехали? Да Они младше или старше? Они младше На три с половиной года Двойняшки Вот Мы приехали все вместе И... В принципе, для них это было нормально Потому что они младше Им буквально 10 лет Это было... Они быстро выучили язык Для них это в принципе... Вот сейчас... Для тебя это в год Это было испытание Когда вы приехали сюда Но когда мы здесь уже пожили И поехали обратно Я потом узнала Что мама, в принципе, хотела вернуться полностью А мы поехали Нам сказали Мы поедем в отпуск Так Когда приехали туда И посмотрели Сравнили жизнь здесь Это уже какой период времени прошел? Это прошел год Прошел год Прошел год Это был 90-й год Мы приехали в 93-м Уже теперь 26 лет А через год мы поехали туда И мы поняли, что в принципе Хорошо, что мы приехали в Германию Хорошо, что мы приехали в Германию Ну, конечно Это все равно совсем Другой уровень, скажем, жизни Да Так Что же произошло с Викторией, которая закончила школу Здесь уже, будучи в Германии Она не стала заниматься красотой? Нет, я, так как у меня папа инженер Инженер электрика был в прошлом Он, ну, я не знала, в принципе, чем заниматься, скажем так И он говорит, давай, попробуй, раз ты очень хорошо чертишь Попробуй именно идти в эту сферу Чертежником я оставаться не хотела Потому что для меня это сидеть и чертить вещи, которые придумал другой Это не вариант Я люблю сама придумывать Я думала пойти более дальше в архитектор Вот, и когда И ты пошла Я пошла учиться Это был университет Нет, я так и не пошла Нет, я закончила чертежника Меня сразу приняли на работу После этого я еще отработала несколько лет И потом Ну, это было не мое И поэтому я решила, что, в принципе Ну, пошла работать Вернее, учиться тренером тайбо Тренером тайбо и аэробики Вот Открыли тогда Еще фитнес-клуб такой небольшой Это все было бацарцюфлями Да И там, в принципе, проработала именно там Еще Ты тоже долго не задержалась Я долго не задержалась Я, да Что побудило тебя оттуда удрать? Расставание с молодым человеком С которым мы это все дело открыли Всякое бывает в жизни Расставание, встречи Вот Ну, вот как-то так Всякое бывает Что-то я, наверное... Чесноком пахнет Снухшибательно Совершенно потрясающе Я вот думаю, наверное, все-таки Надо было еще взять Или мы сделаем один По крашам? Да Или сделаем просто еще раз Нет, вот ты знаешь, я бы тебя Попросила сделать два Потому что я тоже собираюсь участие Принимать в нашей трапезе Хорошо Тогда еще раз придется сделать То же самое Все Да Хорошо Я немного не подрасчитала Ничего страшного У нас есть время Ничего, у нас с тобой есть время Мы с тобой так тут уютно устроились И мы просто как на Такой домашней кухне Готовим и болтаем Болтаем о том, что и тренером И что и спорту ты не посвятила Это свою жизнь Нет, я действительно потом В какой-то момент уже Начала тоже искать себя Потому что мне это очень важно Что жить и делать работу ту, которая тебе нравится Это очень важно, на самом деле Так, и следующий этап? Следующий этап я пошла все Когда я уже потом вышла замуж И родила детей И была настоящей мамой Вот тогда какой-то определенный период Да, 7 лет Я была домохозяйкой Дом это была твоя опора, крепость И это были те границы, за которые ты не выходил И там тоже ты себя счастливой-то Целиком и полностью не прочувствовала Я была очень счастливой в браке Очень Мне казалось, что это самое лучшее, что было Да, на тот момент, да Ну, жизнь как жизнь Бывает такое, что Сходишься, расходишься Ну, так получилось, что С бывшим мужем я так и Не прожила дальше вместе И уже после расставания Так, мне нужна бумага Так, тебе нужна пекарская бумага Момент Вот она, я уже вижу Вот она Давай, доставай Так, так Пока ты застилаешь пекарской бумагой лист Я хочу внести ясность, почему я сказала, что баклажан Баклажан, да, это мой самый любимый продукт среди овощей Который к овощу, кстати, сказать и не относится Который относится к ягоди, как арбуз Это родственник посленовых Все считают, что баклажан, он относится к средиземноморской кухне Однако баклажан родился, оказывается, в Индии В юго-восточной Индии Родился он очень-очень давно В санскрипте еще есть упоминание баклажана И постепенно этот продукт стал распространяться во все стороны света Появился он в Китае, появился в Японии Лишь в 15 веке он появился на европейском континенте Но не в качестве продукта, который мы готовим, который мы едим А в качестве декорации Европейцев привлекала очень вот эта вот овальная, красивая баклажановая форма Но европейцы попробовали его в сыром виде Нашли его невкусным А некоторые даже нашли его очень опасным Древние греки называли баклажан яблоком безумия И считали, что если его употреблять в пищу То можно легко дойти до бешенства Арабские же медики говорили о том Что если употреблять баклажан То возникнут болезни ротовой полости Бешенства, депрессии и даже веснушки И только в 19 веке баклажан Распробовали, научились его готовить И он появился на столе Его с тех пор и запекают И солят, и маринуют И эту замечательную Пресловутую заморскую икру Готовят именно из баклажана Это является не только самым вкусным Практически овощем Но и очень полезным В нем удивительно сбалансированы Минеральные вещества и витамины Которые не теряют свои ценности Не теряют количество При термической обработке Богатым марганцем и цинком Эти овощи очень полезны сердечникам Ну а беременным женщинам и детям И те, кто собирается сбросить лишние килограммы Баклажан просто необходим Кстати, горечь, которая присутствует в баклажане Это благодаря никотину Никотин содержится в баклажанах Но те люди, которые следят за своим здоровьем Могут не бояться Потому что, чтобы получить ту дозу никотина Которую мы получаем после выкуривания одной сигареты Нужно съесть целых 9 килограмм этого овоща Чтобы убрать эту горечь из баклажана Просто вырежьте на колечки И замочите его в соленой водичке Вот такой замечательный этот овощ Который совсем и не овощ А даже называется ягода Этот баклажан И сегодня мы его готовим с Викторией Шрёдой Женщина, которая занимается бизнесом Которая воспитывает троих детей И успевает и на работе бывать И дома И уезжать в отпуск И мы поговорили о том, что ты была и чертежником И была и тренером И спорту ты пыталась свою жизнь Да Посвятить Ну и в конце концов В конце концов Я боюсь сказать, что ты остановилась Поскольку для меня твой жизненный путь Это такая бесконечная траектория Из одного состояния ты перетекаешь в другую Да Я на самом деле себя действительно искала Потому что я уже затронула эту тему Что очень важно Когда тебе нравится твоя жизнь Когда ты полностью доволен И я была недовольна своей жизнью Именно в качестве, допустим, домохозяйки Просто, да Или когда я уже потом поступила в университет И сделала такое быстрое, как говорится Отучилась еще на отрыве дизайнера После замужества уже с двумя детьми Благодаря моим родственникам Благодаря моим родителям Которые постоянно помогали Ты выучилась на дизайнера И стала заниматься этой профессией Да, я так же проработала Что это была за деятельность? Это 3D дизайн Или вернее 3D артист Если правильно сказать У меня есть для тебя небольшой сюрприз Я тоже являюсь частично феей И мне тоже хочется побыть немножко волшебницей Чтобы сократить наше с тобой кухонное пребывание У меня есть вот что для тебя Вуаля! Ничего себе, ты волшебница Второй вариант, дубль два нашего баклажана Который уже зафаршированный Это значит то, что мы прямо сейчас Можем его отправлять уже в пыл и в жар Прямо в духовой шкаф И если ты обратила внимание То и тортик мой уже в совершенно законченном художественном состоянии Итак, баклажаны отправляются в духовой шкаф На какое количество времени? Значит, мы накрываем фольгой И на 20 минут 200 градусов До этого, конечно, надо включить И потом снимаешь И через 10 минут Чтобы они замянялись Ну а тортик отправляется ровно на 6 часов Которые мы тоже сократим при помощи волшебных ножниц В холодильник А мы с вами встречаемся И продолжаем беседу с Викторией Шрёдером После небольшой паузы Я думаю, мы смело можем похвастаться результатами наших с тобой усилий И учти, посмотри, у нас ничего не пригорело Ничего не пошло наискосок За нашей болтавной Викторией Антонской беседы была очень увлекательной Так что давай будем хвастаться Все-таки Я буду нарезать свой замечательный торт Ты можешь по глине хвост свой тоже Обнаружить всю его внутреннюю прелесть и сочность Этого замечательного овоща Который и овощем-то не является А ягодой, как мы выяснили О, прекрасный баклажан Я бы ему боеву посвятила Ну а вот такой торт вы обязательно для себя сделаете, я уверена Обязательно Быстро, вкусно Быстро, вкусно и дешево Так Между прочим, чем больше положить сметаны Тем он более будет сытный и пропитанный Но можно ее положить меньше И тогда пряники не потеряют свою хрустящесть Вот он сейчас очень такой пропитанный и нежный Поэтому он не может стоять, он сразу валится с ног Я хочу добавить, что если отрезать все этот хвостик Тогда уже в принципе порционно можно накладывать На каилочку он уже Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь делала вот без мяса такое блюдо, например? Чем еще можно начинуть? Можно с овощами, ну так же, конечно Кстати, можно не обязательно, вот я бы добавляла сейчас сырой фарш Можно его пожарить, если, например, подливка осталась Так же можно его так же добавить в супечку А ты часто встречаешь гостей? Ты вообще любишь гостей принимать? У тебя есть для этого времени? Я люблю, но мы больше как-то выходим куда-то Потому что готовка, наверное, все-таки или заказываешь Да-да, люблю Как часто ты позволяешь себе выходить? Потому что сейчас я хочу перейти к тому, что у тебя, дорогие мои Здесь дело-то, история не заканчивается на всех бизнесах И на всех видах деятельности, которые Виктория осуществляет на своем жизненном пути Веревочка-то бьется дальше Да, я настолько часто путешествую и настолько часто встречаюсь с партнерами И со своими, ну да, партнерами, в принципе, да Что мы уже как-то сплотились и сдружились И поэтому, говоря о бизнесе, мы уже переходим к ужину или к обеду где-то Дом у меня, действительно, это мой дом, это вот моя защита И там, в принципе, наверное, только мое личное пространство Очень редко именно встречаюсь с домом, да А отпуск? Отпуск? Ну, отпуск я люблю везде Вот твой отпуск связан не только с отдыхом, но также еще и с заработком Еще и с заработком, еще и с бизнесом Почему? Потому что я являюсь почетным членом клуба, но и круизного клуба Вот, и именно путешествую и зарабатываю именно на круизах Как можно и путешествовать, и зарабатывать на круизах? Что это означает? Вообще, что означает круизное путешествие? Круизное, мы, например, если приедем куда-то отдыхать Мы в основном останавливаемся в одном месте, да Мы перелетаем куда-то в какое-то определенное место И останавливаемся в одном месте В принципе, вот эти вот недели-две входим на одном и том же пространстве Я люблю познавать мир И на круизах это очень доступно Почему? Потому что ночью, например, корабль вылет То есть это путешествие на лайнере класса люкс Да, именно только четырех- и пятизвездочные отели Вернее, не отели, а лайнеры Но они, как действительно, самые, что ни на есть, люксусные И по доступной цене, почему? Потому что наш клуб поощряет тем, которые рассказывают об этом Я еду в путешествие и просто об этом рассказываю, неважно где Инстаграм, социальные сети Или я с тобой общаюсь так же и с другими И рассказываю, насколько это приятно, красиво Слушай, это здорово, это звучит как сказка Просто вот так вот легко, играючи, можно и отдыхать Можно еще и зарабатывать на этом Можно еще и познавать мир, путешествовать из страны в страну И я действительно считаю это уникальной особенностью этого отдыха То, что отдых является динамичным У вас есть возможность всего лишь за несколько дней отпуска Ну сколько у вас отпуска бывает? Ну максимально недели две Которые мы проводим, как обычно Едем в Турцию или на какое-то побережье И лежим, значит, загораем И все две недели занимаемся Мы перешли, поели, потом пошли, мы, значит, полежали Здесь вот это вот сам круиз Это совершенно другое Я хочу сказать, если те, кто привыкли действительно лежать только на пляже И, простите, загорать как сосиски, переворачиваясь одного места на другое То это не для вас Если вы любите путешествовать, познавать что-то новое То милости просим Милости просим Ну вот, слушая тебя, представляя себе эту картину в деталях Я считаю, что это отпуск такой не из дешевых, скажем так, круизного плана Все так считают, на самом деле Но если вы попадаете в клуб, в наш клуб, у нас именно система Именно мы складываем на отпуск, мы откладываем на отпуск, я это хотела сказать Если вы, например, даже едете в Турцию, вам надо целый год откладывать Откладываете эти деньги, ну и в конце концов куда-то их тратите Почему? Потому что накапливается какая-то сумма, обязательно что-то у нас ломается Или, ну это как закон подлости, как говорится, что-то сломалось или уже видели эту кучку, думаешь, а потратим что-то на другое То есть вот эта система представляет собой неприкасаемую шкаточку Правильно, да, правильно, она накапливается именно туда И этот клуб поощряет тех, кто именно путешествует с этим клубом, а не пошел в конкуренцию, например Хотя такого клуба нет, но так как лайнеры, естественно, разные У нас 5000 направлений, 15 самых лучших лайнеров, фирм, которые вообще существуют И чтобы ты не пошел в другую конкуренцию, здесь они составили все в одном И ты выбираешь 5000 направлений по всему миру абсолютно Вот я могу похвастаться, что мы уже заказали отпуск Лучше похвастаться, в каких странах ты уже побывала? Вот это будет говорить больше Ну, в принципе, во многих уже как бы Последний был, не Карибский, Карибский мы как раз уже заказала Я... Средиземное море Средиземное море Круиз по Средиземному морю? Да Какие-то произведения Мы начинали именно с Марселя, Франции, через Италию, Генова, Малерку, Валенсия, это Испания И опять вернулись, это был семидневный такой круиз, опять вернулись в Марсель Вы бросила монетку и выиграла? Ну, не совсем, надо просто искать А знаешь, что я тебя спрошу, а какое значение имеет для тебя удача в твоей жизни? Вот именно твои успехи, они с чем связаны? Интуиция Можно ли это отнести на какие-то мистические силы? Или всё-таки это плод твоего кропотливого труда? Нет, мистика здесь присутствует, но мистика это не колдовство, а мистика это интуиция, которую я, в принципе, чувствую Если я чувствую, что это моё, я пойду туда, если есть эта интуиция во мне, действительно И я смотрю на знаки, на некоторые Если я иду в машине и себе какой-то задаю, например, вопрос, попадаются иногда ответы Не важно, там, прошу какой-нибудь знак, и мне обязательно что-то дают Это так и есть, действительно И так я попала и сюда Я на самом деле не могла очень много лет вообще позволить себе отпуск, себе и своим детям И как-то в один прекрасный момент я лежала и думала, господи, ну как же так? Как можно совместить, чтобы я могла это осуществить ими? Вот показать детям мир, потому что это очень важно, это развитие И буквально на следующей конференции я езжу по бизнес-конференциям Мне это очень нравится, я общаюсь с многими людьми И в одной из конференций действительно нам рассказали об этом клубе И я сразу же воплотилась и говорю, нет, это моё Потому что это на самом деле что-то новое, что-то интересное А людям всё равно надо идти в ногу со временем А не просто сидеть и думать, когда-то был у меня 20 лет назад опыт И я куда-то попала Так нельзя думать, потому что разные есть ситуации Классные фирмы, классные люди Классно, осталось единственное тебя спросить А что ты видишь в своём будущем? Где ты себя видишь через 10 лет? Я очень люблю море Я вижу, наверное, всё-таки себя со своим телефоном, смартфоном Или со своим ноутбуком где-то на пляже И работаю именно дистанционно Вот так как-то А что это будет, в какой сфере, я не знаю Потому что у меня правда С каждого, каждые полгода меняется жизнь Почему-то мне приходят некоторые идеи, проекты Где я думаю, ну, рассматриваю их И некоторые, да, мне очень нравятся Я думаю, что на просто на своём салоне в городе Херфорде Просто здесь Меня не остановить Не хочу больше Классно Осталось в заключительной части нашей передачи Перечислить то, что входит в твоё блюдо В рецепт твоего блюда Так, я попробую не забыть Итак, значит, фарш Любой, кто какой любит Помидоры Значит, тётя, сыр Чеснок Морковь И лук Ну, по-моему, всё Баклажанчики просто разрезаются вдоль Как веером И начиняются вот эти вот Солшебные смеси Посыпаются сыром Можно посыпать сыр Можно его добавлять уже в фарш Можно помидоры именно в дунки А можно их порезать именно кусочками В духовку на 20 минут В фольгу, где они доходят до мягкой кондиции Потом фольга снимается Они доходят Они приобретают высокую степень душистости и румяности, скажем так Ну, а мой торт, который я называю Самый бюджетный Из того, что можно придумать И всё-таки очень вкусный и очень видный Торт делается всего лишь из трёх ингредиентов Которые, ну, буквально-таки у всех есть Это сметана, пряники и бананы Дорогие мои Если после нашей передачи Вы не сделаете у себя такой торт И такой замечательный баклажановый павлиний хвост То я с вами больше не разговариваю А с нами сегодня была Виктория Шрёдер Та женщина, которая занимается Ну, не одним видом бизнеса А просто несколькими И которая ещё успевает и воспитывать детей И быть прекрасной хозяйкой И быть красивой, изящной Нежной, чарующей Женщиной Она сегодня была у нас на нашей телекухне Я тебя благодарю сердечно Мне было с тобой очень интересно Я обязательно воспользуюсь Минимум одной услугой Из тех, которые мы здесь перечислили А я уже с нетерпением жду следующей нашей встречи На нашей кухне Рецепт успеха Через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова